Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки-задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал Суб Эль. Сегодня серия о стоке. Это ведение статистики окупаемости продаж. Многие понимают, и я в том числе, что тема полезная, в каком-то плане, наверное, интересная. Для меня мало поэтичная эта тема. Могу сказать, что даже нудная. Попытки были пытками и принимались несколько раз, но успешно завершались. Думаю, тема известна многим. Не просто взяв себя в руки, а внеся в еженедельное расписание 15 минут уделять этому замечательному действу внимания, я распределил свои силы. Я обозначил простые действия, с помощью которых я собираю такую статистику. И занимаюсь этим уже более полугода. Каковы же результаты подведения результатов? Сразу скажу, что пользуюсь таблицей после прохождения курсов Антона Ватмана, и не удержусь, скажу, что симпатичен мне этот чел, как он ведет свою деятельность и как вещает на канале. Итак, о результатах результатов, которые основаны на цифрах Шаттерстока. Я вижу в таблице часовые затраты на съемку, начиная от подготовки и заканчивая трибутацией. Я вижу, заношу в таблицу возможные арендные моменты, возможно, оплачиваемых участников, средства, которые были потрачены на приобретение аксессуаров. Я вижу бюджет стоковой съемки. Также я вижу параметры, которые влияют на стоимость целиком съемки. Я вижу параметры, которые могут повлиять на себестоимость одной фотографии. Например, как хорошо подготовленная съемка и количественный показатель может повлиять на себестоимость одной фотографии. Сейчас переключусь к монитору и покажу, какие шаги я предпринимаю для сбора статистики. Итак, начинаю сбор статистики по съемке. Ну, выбираю съемку. Предположим, выбрал такую, даже не съемка, это из серии, как называют, проходил мимо, готовился к съемке своей на текстуре, попросил жену пофотографировать. Это неподготовленный вариант съемки, абсолютно непродуманный, это по ходу дела. Нам задача собрать на шаттере статистику. Я беру отсюда ключевые слова, переношу в шаттер, чтобы найти эту съемку. Выделяю. Соответственно, помещаю фотографию. Все фотографии попали с этими ключевыми. Здесь 14 и здесь 14. Ок, был. Пленка. Подготовка. Ноль подготовки. Съемка. Занесем 6 минут. Это будет 1 десятая часа. Отбор. Ну, прав. В течение 6 минут. Ретушь. Да, там какая-то была ретушь. Я, по-моему, даже отдавал. Лишние детальки были. Штучек 5. Ключевых слов, пусть половинка. Аренда, расходы, ничего. Расход такого фотосетика обошелся в 7 долларов. Принято, у меня было 14 фотографий. Соответственно, я вижу себестоимость. Стоимость штуки. И время, потраченное на создание этого фотошедевра. Заношу данные о продаже. Смотрю. У меня закрасился в красный цвет ячейка. Все хорошо. Установлен фильтр, который показывает, что съемка окупается. Из моей статистики я вижу, какие у меня звездные темы. Какие просто окупаются съемки. Провальные свои съемки я вижу. Например, я вижу съемку, которая состоит из пары кадров. Но на которую я достаточно много потратил времени в плане съемки и дальнейшей обработки. И себестоимость получилась к готовому материалу достаточно высокая. Но, как я вижу, она не просто окупилась, а она уже приносит хороший доход. Я увидел, что повторение своей успешной темы далеко не всегда успешно. Наверняка здесь срабатывает тема везения и удачи. Выявление провальных тем дает пищу для размышления. Либо поработать, поразвиваться в этих темах. Либо вовсе не брать, не снимать такие темы. Безусловно, приятно осознавать, когда съемки не просто окупились, а работают в режиме дохода. И если сравнивать их, например, с какими-то частными съемками по городу, то они превышают в 10, а то и более раз. Сейчас мотивационный пунктик. При дальнейшем планировании съемок, теперь, конечно же, есть материал к размышлению. Для себя я решил без фанатизма вести такую статистику. Она дает информацию к размышлению, что-то подсказывает. Но не забывая о том, что у меня все-таки есть небольшое преимущество перед большими командами. И все-таки, как мне кажется, я могу в большей части иногда переключаться на съемки, которые просто не интересны. Вот из серии. Просто интересный. Я переключился и поснимал их. В общем, статистика статистикой, а всегда, когда что-то делаешь, будут удачные, мега удачные, провальные и просто жесть какие проекты. Для меня является уже достижением то, что я веду такую статистику, веду учет семейного бюджета. Потому, как говорил раньше, предпринимались такие попытки ведения и статистики по съемкам и бюджета. Но некоторые моменты были уж очень-очень нудны. Теперь выработалась своя система. Я уделяю этому минимум внимания. Но получается как-то даже и с азартом. Ну что ж, у меня на этом все. Грядет Новый год. С наступающим Новым годом. Всем всего самого-присамого доброго. Пока.